Вы слушаете Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем добрый день. Действительно, в 11 и с повтором в 16 часов в привычное время вы тоже услышите Ариэль Резника-Мартова, врач-психиатр-психотерапевт, сегодня в нашей студии. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Наверное, многие из нас, не будучи даже, ну, так уж прямо глубоко суеверными людьми, нет и нет, сталкиваются с моментом, когда ходят по какой-то счастливой стороне улицы, с утра обязательно идут на работу одной и той же дорогой, и если вдруг что-то заставляет вот изменить привычный маршрут, это вызывает какое-то беспокойство, тревогу, иногда может быть какой-то ответственный момент, вот нет, да нет, ты загадываешь, вот успею дойти до этого столба, пока меня не обгонит машина, день будет отличным. Вот является ли это каким-то таким отклонением от нормы, или, в общем-то, людям свойственно вот такого рода всякие чудачества? Норма вообще понятия достаточно расплывчатая. Патология, она как-то определена в медицинских классификациях, то, что вы описали, патологией точно не является. А вообще, от чего мы сегодня к этой теме пришли? Много раз говорили мы и в наших передачах, и вообще это слышно, по-моему, кругом времена, в которых мы живём, времена ковида, времена изоляции и так далее. Это времена, когда тревожность массово нарастает. Есть даже такое понятие массовой травмы, которую мы когда-то, наверное, посвятим в одной из передач. Потому что травмируются психологически миллионы и десятки миллионов людей, травмируются с точки зрения социальной изоляции, с точки зрения проблем с работой, страха за жизнь и здоровье, из-за смертей и болезней близких и вообще окружающих и так далее. И у людей, особенно тревожных людей, которые оказываются в изоляции, эта тревожность начинает проявляться самыми разными симптомами. И один из достаточно распространенных симптомов, которыми тоже я в последнее время сталкиваюсь чаще, это так называемое обсессивно-компульсивное расстройство. То, что заключается в сочетании навязчивых мыслей, навязчивых страхов и навязчивых действий. Обсессивно-компульсивное расстройство, синдром навязчивости описывается, по-моему, так, века с 18-го, если не раньше. Навязчивый страх смерти, кто-то из классиков описывал навязчивые. Гуголь, да, у него такой был всегда. Да. Поэтому это, в общем-то, не новость. Как это обычно выглядит? У человека возникают различные идеи, мысли, которые в общем воспринимают как свои собственные, это не как что-то навязанное извне, но тоже как нечто чуждое, нечто человека пугающее. То, от чего он пытается избавиться, отгонять эти мысли, отгонять эти вспыхивающие в голове импульсы, и в то же время он ощущает свою беспомощность перед этими навязчивостями. То есть это, ну, как говорят, навязчивый человек, тот, которому постоянно дают понять, что его общество нежелательным, и тем не менее он продолжает без всякой деликатности чувства дистанции снова и снова предлагать свою компанию, предлагать общение с собой. С навязчивыми мыслями – это та же история. И навязчивая мысль, их диапазон неимоверно широк. То есть есть отдельно то, что мы все знаем слово фобии, навязчивые страхи тоже достаточно иррациональны. Наверное, один из самых распространенных примеров фобии – это страх инфекции, страх загрязнения. Это люди, которые многократно, десятки раз на дню моют руки. Ну, сейчас это стало и необходимостью, но можно вспомнить Маяковского. Правда, у него был очень печальный пример. У него отец умер от заражения крови, и он с тех пор, ну, вот с детства, он всегда открывал даже, по-моему, дверные… Ну, современники писали через платок. Он старался не прикасаться к дверным ручкам, к лестничным перилам. То есть он не любил здороваться за руку с людьми. Он очень был в этом отношении как-то даже, ну, вот… Это и есть навязчивый страх загрязнения, страх инфекции. Ну, и более заметный пример. Людей всегда можно было раньше, по крайней мере, в доковидное время, можно было узнать, у них кожа на руках была абсолютно белая и такая обезжиренная, сухая, потому что это бесконечные десятки раз намыливание для кожи, естественно, даром не проходило. Сейчас, ну, может быть, не десятки раз на руки моем мы все, и разница не так уж велика, наверное, но тем не менее. Другой всем известный навязчивый страх – страх что-то забыть. Ну, например, люди, которые, прежде чем пойти спать, они много раз пойдут проверить, заперта ли дверь. Они много раз пойдут проверить, выключен ли газ. И вроде бы они понимают, что проверяли это уже и неоднократно. И все что-то вот для спокойствия, чтобы убедиться, заставляют делать это снова и снова. И вроде бы эти навязчивости призваны давать какое-то облегчение. Но в итоге они дают облегчение временное, вот секундное, я только что это навязчиво реализовал, и на какое-то время я успокоился. Но проходит чуть-чуть времени, тревога возникает снова, и я снова должен что-то сделать. Вот неважно, проверять какие-то замки. Причем это неважно, ты остаешься перед сном или делаешься, уходя из дома. Я видел людей, которые уезжали на работу и с полдороги возвращались несколько раз, чтобы проверить, а заперли ли они дверь. И этот страх очень мощный. Кроме того, есть люди, которые... Ну, все-таки навязчивые люди очень часто связаны именно со страхом. Есть люди, которые постоянно с страхом, что в их дом кто-то вторгся, кто-то ограбит, кто-то причинит им вред. Это люди, которые прислушаются к малейшим шумам. Это люди, которые снова и снова обходят свой путь, даже не очень большую квартиру, заглядывая в самые разные углы, заглядывая в окна, опять же проверяя замки, и потому что это какая-то в их представлении защита. И все это аккумулируется. Вот сейчас, во времена ковида, это стало у многих куда более выраженным. Вот я слышал, что есть рекомендация для людей тревожных, если они боятся, что они не выключили утюг, проверив все, ущипнуть себя, и вот помня, потому что затем как бы это забывается, ты начинаешь дергаться, боже мой, сделал ли я, осмотрел ли я все, если у меня болит место, куда я себя ущипнул, я точно помню, что да, я посмотрел, выключил ли я газ, и запер ли я дверь. Я думаю, что это не очень работает, или придется наносить какие-то постоянные травмы, что тоже станет навязчивостью в итоге. Но сила тревоги, сила этой навязчивой мысли обычно превосходит боль от щепка, царапины, или чего бы то ни было подобного. Облегчение тревоги с помощью причинения себе боли – известная история. То, что называется нынче популярно английским выражением «self-harm» – «самоповреждение», и то, что многие люди, это особенно свойственно подросткам, делают для того, чтобы сбросить напряжение. Каким-то образом они… Кто-то говорит, что я нахожу в их агрессии, кто-то говорит, что мне будет тревожно, это становится легче, но это тоже… Поэтому идея щипать себя, чтобы избежать навязчивости, просто переключить себя на другую тревогу, и не факт, что она будет менее вредна. Вот, когда мы живем в обычной повседневной жизни, люди выходят за пределы своего жилища, дети и подростки в школу, люди идут на работу, общаться с кем-то, то есть есть какая-то социальная жизнь, и это всё некие каналы. Каналы, куда эта тревога уходит. Есть некое действие, во-первых, не отвлекает от тревожных мыслей, во-вторых, в это действие направляется тоже какая-то энергия, направляются эмоции, направляются силы, ты чем-то занят, твои мысли на что-то переключаются. Во времена, когда возможность социальной активности ограничена до нельзя, когда уже кажется невозможным и чем-то нереалистичным оказаться где-то, где много людей, то есть чем-то, мне кажется, сейчас это похоже воспоминание о том, что было когда-то, как люди вспоминают во время войны довоенную жизнь, что это кажется чем-то совершенно нереалистичным, как будто сон. Так вот, люди со своей тревогой оказываются в заперти. Они оказываются в заперти в своих четырех стенах, они оказываются в заперти с членами своей семьи, и выхода от этой тревоги больше нет. Кроме того, обычно люди, которых что-то тревожит или пугает, куда они вообще за информацией? В интернет. И в интернете, что называется подобное к подобному, они находят тексты точно таких же тревожных людей, тексты с теориями заговоров, тексты с какими-то апокалиптическими прогнозами и так далее, и так далее. И это все равно, что тушить костер бензином. И тревога вспыхивает еще сильнее. Что происходит с людьми, которые замучены навязчивыми мыслями, замучены внутренней тревогой? Им же надо от этого как-то защищаться. Надо что-то... Нужны некие защитные действия. А поскольку на этом этапе медицина еще не рассматривается, и люди вообще часто не осознают, что они нуждаются в помощи, и они даже не знают, что это можно лечить. Более того, их посещают дурные мысли, так называемые кощунственные мысли, когда в голову лезет что-то, что этому человеку в принципе не свойственно. Ну, например, не просто не свойственно, а вообще глубоко чуждо и пугает. Например, молодой матери начинает лезть в голову мысль, а вдруг я сейчас своего ребенка выброшу в окно или задушу его. И, естественно, этого никогда не делает. Это не импульсивное действие. Но эта мысль, особенно для человека, который с этим никогда не был знаком, приводит в ужас. Очевидно, я монстр. Как мне вообще могут приходить в голову такие мысли? Очевидно, я очень плохой человек. И от этого начинаются депрессивные мысли, иногда это доходит до суицидальных мыслей. То есть тревога этого напряжения, этого навязчивых мыслей невыносима. Что начинают делать люди для того, чтобы ну хоть как-то с этим справиться? это тоже обычно возникает в достаточно молодом возрасте. Люди начинают делать то, что делали когда-то наши далекие предки. То, что делали шаманы, да и то, что мы многие делаем сейчас. Постучать по дереву, три раза плюнуть через плечо. Вот какие-то примеры, которые вы привели в начале нашей передачи. То есть некие защитные действия. Очень символические защитные действия. То есть ритуалы. То есть ритуалы. Ритуал понятие, которое насчитывает тысячелетия. Ритуал это то, чем занимались когда-то жрецы и шаманы. Это то, что исполняют ныне священнослужители различных религий. Ритуалы. То, что мы все делаем, какие-то праздники. Ритуалы это то, на чем изрядно построено конфуцианство. Конфуция говорил, что исполнение ритуала делает человека добродетельным и позволяет обществу существовать далее. Можно сразу вспомнить о Королёва с его желанием воспроизводить ритуалы с космонавтами. Можно вспомнить ритуал просмотра фильма «Белое солнце пустыни» перед запуском. Ритуал, который обычно совершают космонавты по дороге на космодром. Это выйти из машины, исправить малую нужду на колесо. То, что сделал Кагарин перед первым полётом. То есть, какие-то описанные, действительно, зафиксированные продолжающиеся ритуалы в наше время? Нет им числа, и большинство из них вполне себе безобидны. Как мы знаем у множества людей, и очень известных, и менее известных свои талисманы, амулеты защитные, которые носят с собой, какая-нибудь игрушка или украшение, которые приносят. Мы знаем слово оберег, которое давно известно, и многие этим пользуются. Красные ниточки на запястье и множество всего. вот ковка в кошельке, например, которые носят некоторые. Это все достаточно безобидно. Но еще раз, сущность ритуала это защита. На звонок? Да, очень долго дозванивается к нам слушатель. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Лариса. А вот то, что люди многие сейчас по фэн-шую, вот я, говорит, переставлю и сделаю обстановку, как фэн-шуй в квартире станет лучше, или кровать переставит изголовьем на север, или еще какие-то такие ритуалы. Скажите, это тоже из этой же оперы, что вот люди снимают тревожности и тому подобное? Спасибо. я думаю, что фэн-шуй хорошая мысль. Я все помню старый анекдот, что все проблемы в России от того, что Ленин в Мавзоре лежит не по фэн-шую. Очень такой символичный анекдот в духе времени. Я думаю, что людям нужна любая система взглядов, которая облегчает им жизнь. к этому ощущению, что ты сейчас исполнишь такое-такое-такое ритуальное действие, в том числе расположишь все, что надо по фэн-шую и так далее, и от этого в квартире твоей, в жизни наступит какое-то более гарантированное спокойствие. Ты исполнил некие обрядовые действия, и от этого тебе обещают, что в дону все будет хорошо. И опять, в общем-то, этого большого зла никто не видит, если это не начинает превращаться в патологию, то любая система взглядов, вписываясь в уголовный кодекс, не превращая жизнь человека в окружающих, в кошмар, она вполне приемлема. Что начинают делать люди с навязчивыми страхами? У них постепенно начинает формироваться вдруг какое-то убеждение. Ну, например, вставая с постели, надо тут можно примеры приводить месяц или год, кто-то должен вставая с постели, не знаю, три раза повернуться определенным образом, кто-то должен, отправляясь спать, сложить одежду определенным образом. И обычно у всех ритуалов та самая оберегающая цель, то есть что люди почему они это делают. Потому что есть какое-то внутреннее ощущение, если я не исполню этот ритуал, случится что-то плохое или со мной, или с моими близкими. Поэтому делать эти ритуалы я просто обязан, потому что я этим защищаю себя и свою семью. То есть может это и неправда, а вдруг нет, а вдруг я упущу что-то. И поскольку, как мы уже говорили, ритуалы и реализации приносят временное облегчение, это начинает нарастать, это начинает носить все более замысловатый характер. Ритуалы становятся все больше, они становятся все изощреннее. Что значит изощренный ритуал? Где-то ты сбился или тебе показалось, что ты сбился. Надо начинать сначала. Все сделано зря. А сначала это значит определенное число повторов, определенное число усложненных действий. И люди, у которых все это в достаточно запущенной стадии, они бывают, что не могут час выйти из своей комнаты или они часами не могут выйти вообще из дома, когда все это совсем плохо, потому что ритуалы множатся, их надо повторять, все время, когда что-то недоделал, их надо перепроверять, и все это, причем люди мучаются, они понимают, что им плохо, они понимают, что они не могут, у них проблемы возникают на работе, в отношениях, но ничего не поделаешь, потому что они к глубокому внутреннему убеждению стоят на страже своей жизни, жизни, своих близких, и это некая святая церковь, которой не возразишь. Если, кстати, помните, как-то сейчас стало меньше, раньше одно время по телефону рассылали какие-то письма счастья, еще в средстве на них подбрасывают почтовые ящики, как сейчас, помню, что-то такое из ящика вытаскивал сколько-то десятилетий назад, поскольку средства коммуникации куда совершеннее, теперь это обычно присылают или на e-mail, или в качестве смс, или в соцсетях тебе пересылают, и это может какое-нибудь письмо, начиная от чего-нибудь такого, что вот это письмо кто-то отправил 90 раз и вывел в лотерею, или совершил открытие, или еще, а кто-то не отправил, и разорился, заболел, и тому подобное. Самое я до сих пор так и не знаю, кто стоит у истоков всего, кто-то же запускает первое письмо. Ну, очевидно, да, это было бы любопытно раскрутить. Что это за человек такой найти, наверное, это невозможно, это как-то в ковиде говорят нулевой пациент, вот здесь кто такой, самое омерзительное этих писем было, если ты не отправишь это письмо десяти человек, твоя мать умрет. Извини, что пишу, но я боюсь. Я так понимаю, что многие, казалось бы, более-менее адекватные люди, такие письма переживали, потому что этот страх, если я не исполню оказаться виноватым, он работает безупречно. Ну, правда, я когда получил письмо насчет матери много лет назад, это настолько веяло мерзительной манипуляцией, что я точно не стал это переслать, и слава богу, мама до сих пор жива. Тьфу-тьфу-тьфу, исполнил ритуал тоже. Ритуалы вообще это о чем? Тут мы пересходим к следующей части нашего разговора. Ну, вовсе, это ведь магия. Это совершенно не научная вещь. Это вещь, в которой нет никакого обоснования. Это ни подтверждение, ни доказательство, кроме неких слухов и верований. То есть, это вера во что-то сверхъестественное, в свою возможность влиять на окружающий мир, на события в нем с помощью некоторых обрядовых действий. И в этом, как ни странно, человек, который стучит по дереву, человек, который исполняет некий оберегающий ритуал у себя дома, человек, протыкающий куколку в воду иглой, вовсе, они делают ровно одно и то же. Они совершают магические обряды. Некоторые считают, что магическое мышление это исключительно патология или признак невежества. Для кого магическое мышление является чем-то естественным? во-первых, для детей. Это многократно описано психологами, антропологами. Дети в возрасте от двух до семи лет. У них точно нет научного взгляда на мир. И взгляд на мир очень эмоционален. И поскольку дети очень часто получают то, что хотят каким-то образом. Или они как-то увязывают то, что в мире своими эмоциями. Как в передаче говорили, ребенок проходит стадию иллюзии всемогущества, когда его желания как-то реализуются. Детей в этом возрасте есть ощущение, что их желания, их мысли напрямую воздействуют на окружающий мир. То есть достаточно пожелать, и оно произойдет. Кроме того, естественно, дети читают сказки. Дети читают сказочные истории, волшебные сказки, где все тоже замешано на магии. Дед Мороз, приходящий раз в год или Санта Клаус, это тоже магия, и это тоже ритуал. Придет Дедушка Мороз, ты должен быть хорошим мальчиком или девочкой, тоже себя хорошо, во-вторых, ты должен исполнить какие-то вещи, стишок прочесть, и ты получишь подарки. Дедушка Мороз скажет, что ты хороший. Простые вещи. И все, что ребенок читает про добрых и злых волшебников, про Бабу-Ягу, про волшебные палочки и тому подобные вещи. Но всегда останется в нашем мире история Гарри Поттера, история о магии. Интересная история, в чем, мне кажется, исключительность Джоуэн Роллингса и этих книг, то, что по мере взросления персонажей меняется сам жанр и возрастной ценз романов. То есть, если первая пара книжек это такие детские книжки, то дальше это становятся взрослые романы, триллеры, ужасы. И это тоже все связано с магией. Поэтому, я думаю, что магия в нашей жизни займет очень много места. Кроме того, астрология упомянутый фэн-шуй, множество гаданий на чем угодно. На картах, на кофейной гуще. Ну, к счастью, ушли в прошлое гадания на внутренности животных. В наше время, скорее всего, Гринпис этого не допустит, да и животных горожане не умеют забивать. Но все это по-прежнему часть нашей жизни. Более того, магическое мышление, как мы знаем, процветает тогда, когда исчезает какая-то базовая вера, которая была. Пока была советская власть, в большей или меньшей степени существовала некая система взглядов, которая нас приведет к светлому будущему. И пока это пространство идеологическое было занято, как-то большинство людей довольствовались этим. ты же пионер, как ты можешь верить в это? Рухнула советская власть, и, наверное, вы не хуже меня помните, неимоверное количество гадальных салонов, экстрасенсов, магов, народных целителей и так далее, и так далее. И это все процвело пышным светом, и, конечно, как-то люди начали массово возвращаться в религию. Самые разные традиционные или не очень традиционные религии. То есть та самая магия, которая должна помочь. Если к этому совсем строго относиться, во-первых, магия однозначно плохо, если люди, ну, когда не было той самой традиционной медицины, когда еще не было такого медикаментозного арсенала и так далее, и так далее, люди обращались к целителям. Кто-то, наверное, собирал всякие травы, это тоже арсенал народной медицины чем-то помогал, но почти у каждой болезни есть какой-то фактор плацебо, есть психоэмоциональная составляющая, есть фактор веры в то, что помогает тебе что-то или нет. Поэтому, да, зачастую магические обряды, во-первых, улучшали настроение человека, давали ему веру в исцеление, надежду на исцеление, и, каким-то образом, улучшали его самочувствие. Есть разные болезни, в некоторых, при их лечении, фактор веры очень велик, где-то он не очень велик, но тем не менее. Если говорить строго, то на самом деле современный человек, которому назначают таблетку от давления, гипертонии, или таблетку от, не важно от чего, антидепрессант, гипотензивный, антибиотик, большинство людей не полезет в интернет изучать механизм действия. Людей дотошных, эпидантичных, которые пытаются понять этот механизм, в общем-то, немного. В основном люди по-прежнему этот принцип таблетка от головы, таблетка от живота, то есть для многих лекарства все равно являются чем-то магическим. Ты примешь некое, ты исполнишь некий ритуал, ты примешь такое-такое-то средство, и оно тебе поможет. И как мы знаем, на звонок довольно долго тоже человек дозванивается. Здравствуйте. Сорвался звонок. Вы реагируете сразу, когда звоните. Хорошо, да. Вот. И это, эти ритуалы, вера в доктора и вера в лечение, она всегда как минимум не повредит. И отношения с врачом сами хорошие, сами по себе терапевтичны. Поэтому какие-то элементы магии есть всегда, и не случайно антропологи всерьез изучают магию, магию. Да, звонок. Вот, здравствуйте. 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 Я, например, материалист был до мозга костей, радиоинженер, материю все изучал, но последние годы с возрастом, конечно, и к вере приблизился, не такой ортодоксальный, но и приметы верю. Например, у меня близкие родственники в моем присутствии ругали религию, и оба страшно погибли, перелом основания черепа. Ну вот, как можно это самое объяснить? Ась, как это можно объяснить? Я не знаю, как это объяснить, но, честно говоря, вот это есть такой принцип Акама, не умножать число сущностей без необходимости. То есть, обычно, самое простое, самое логичное, приписать Богу некую мелкую мстительность, что любой человек был полный Советский Союз атеистов, и как-то не было массовой поварной смертности. И еще один звонок. Здравствуйте. Я извиняюсь, может, немножко не по теме. Что делать, если манипулятором является твой родной человек, допустим, родители там, или часть-то братья, как это не прибавится? Ну, во-первых, надо понять, насколько это манипуляция, во-вторых, надо понять, в чем заключается манипуляция, и насколько ты от нее страдаешь, и почему ты против этой манипуляции беззащитен, что тебе мешает ей сопротивляться, и в общем, наверное, дальше, я не люблю, это очень примитивный совет, не знаю, но обычно стоит дать понятие, понять манипулятору, что ты знаешь, что тобой пытаются манипулировать, и не намерен этому это поощрять, то есть, в чем манипуляция, вас пытается заставить чувствовать себя виноватым, или еще каким-то образом, но все это, мне кажется, как минимум, нужен для начала диалог с тем, кого вы считаете манипулятором. Да, пожалуйста, добрая. И еще вот из Ветхого Завета от Экклезиаста, там сказано, что если человек очень хохочет и смеется, то он обязательно будет плакать, это я в жизни всегда замечал, так всегда было, есть и будет. Может быть, Экклезиаст, книга мудрая, но я думаю, что не надо ее цитировать так уже буквально, я думаю, хохочешь ты или не хохочешь, и рано или поздно придется плакать, так наша жизнь устроена. Можешь себе провести связь такую, что ты плачешь, потому что много хохотал, но это тоже есть какой-то, мне кажется, элемент магического мышления, за что-то ты обязательно должен расплатиться. Ну, Экклезиаст, его стоит читать и пересчитать, я это, кстати, делаю регулярно. А вот по поводу интересного замечания возраста, вот слушатель говорит, что был материалистом, но с возрастом он все больше стал верить в магию. это связано, ну, не знаю, страх смерти, приближение, вот какой-то мысли о том, что жизнь конечна, которые вот в юности ты не осознаешь, а вот заставляют тебя, может быть, как-то по-другому относиться. Слушатель сказал, что верит не в магию, а в религию, насколько я помню. Я думаю, что да, можно сказать, что самое простое, что чем мы старше, тем больше мы задумываемся, а что там, а что потом, и что нас ожидает, и, в общем-то, наверное, никому не хочется верить, что станешь горстью праха, и на этом все закончится. Но мне кажется, что тот примитивный атеизм, который у нас растили, что все это поповские выдумки и средства грабить простого трудящегося человека и так далее, и так далее. Не знаю, мне кажется, когда человек задумывается об идее Бога, об идее своего посмертного бытия, о том, что он чувствует, того, что он верит, я бы сказал, что, наверное, мы знаем, что воинство и атеизм это та же самая вера, только наоборот. То есть ты активно и усердно веришь в то, что Бога нет, и это пытаешься донести до всех окружающих тебя людей. То есть ты занимаешься тем же миссионерством, которым занимались христианские миссионеры, отправлявшиеся к язычникам. Ты настойчиво навязываешь свое представление об устройстве этого мира, что тоже, мне кажется, как-то не очень интересно. Но я думаю, что когда человек начинает задумываться о Боге, человек начинает даже верить в Бога, это, я думаю, не вижу ничего плохого. Другое дело в том, что вера, она ложится на личность человека. Эту тему мы тоже часто в передачах затрагивали. То есть человек может из веры сделать... есть люди, которые благодаря вере помогают окружающим, становятся добрее, терпимее, дают им сил, они дают успокоение другим людям, они становятся источником поддержки и так далее, и так далее. Есть люди, которые используют свою верность, чтобы отравить жизнь максимальному количеству людей. То есть всех инаковерующих, мыслящих обвинить в том, что они грешники, всем им посулить адские муки и тому подобное. То есть я видел людей, и которые выросли в очень любящих религиозных семьях, и где эта вера сплачивала семью и давала им какую-то силу и поддержку, и у людей, которые превратили жизнь собственных детей и близких просто в ад бесконечными требованиями, угрозами, обвинениями в грешности и так далее. То есть верить может и очень травмированный человек, верить может очень счастливый человек. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Здравствуйте. Да, извиняюсь, не по теме опять вопрос. Был психиатр, а прописал лекарства, которые принимают поднюю почти улетелый год. А толком нет. А как долго вообще можно принимать психиатрические лекарства? Принимать их можно хоть всю жизнь, если толка нет, уже год. Что-то нет, значит вам надо или идти к своему психиатру и говорить, что лекарства не помогают, или искать другого психиатра, что тоже в ваших силах. А принимать можно в смысле из того, какое у вас состояние, принимать лекарства можно достаточно долго. надо двигаться к завершению передачи потихоньку. Что нам делать с навязчивостями, что нам делать с ритуалами, что нам делать с магическим мышлением? Магическое мышление, боюсь, в той или иной степени в нашей жизни будет присутствовать. И опять, если ты идешь на какое-то действие, соревнование, что угодно, в твоей жизни, у тебя в кармане лежит что-то, что ты же своим амулетом, и оно тебе помогает, так и замечательно. Если есть какие-то вещи, которые ты веришь и которые не разрушают твою жизнь, чудесно. Если ты будешь выполнять ритуалы, от которых страдаешь ты сам, твои ибрийские, твоя работа и все вокруг, и от этого становится все хуже и хуже, то есть что-то не так. Мне кажется, есть простой критерий. Тебе от того, что ты делаешь плохо или хорошо. Не только в тот момент, когда ты все это делаешь, а глобально. Навязчивости, навязчивые мысли, навязчивые страхи, ритуалы очень тяжелый симптом, очень тяжелый синдром, который поддается лечению, но тоже не сразу. И обычно при серьезных навязчивостях ритуалов чаще всего без медикаментов не обойтись. То есть пытаться все это решить, взяв себя в руки, с силой волей и так далее, это просто зря потраченное время и зря потраченные эмоции. В общем-то, уже какое-то время точно мы могли бы жить еще лучше. Поэтому я искренне считаю, что при серьезных навязчивостях, страхах, ритуалах и так далее, необходима помощь именно психиатра. Психотерапевта тоже, потому что работать стоит тревогой, откуда на все с тем, можно работать, можно что-то делать. Но по опыту своей работы я искренне верю, что серьезные навязчивости без медикаментов лечить долго, тяжело и очень сомнительным результатом. Как я уже говорил, люди с навязчивостями часто стесняются этого, они ощущают себя плохими людьми, они ощущают себя кем-то, где что-то ужасное, им даже стыдно от иррациональность своих действий. Поэтому стараются скрывать от окружающих, получается у них плохо, от этого еще хуже. Поэтому, мне кажется, любой человек, который в том, о чем мы сегодня говорили, увидел что-то знакомое, я бы очень советовал найти себя психиатра, обратиться и сходить хотя бы поговорить об этом. Потому что обычно люди плохо понимают, что им происходит. По крайней мере, когда вы придете на консультацию к врачу, вы определитесь с диагнозом. Вам скажут, что с вами происходит, вам скажут, что можно делать, а дальше может ваше право делать это или искать второе мнение, или что бы то ни было. Но совершенно точно пережигать свою жизнь на бесконечную реализацию навязчивых страхов, ритуалов и так далее, это очень обидная трата вашей жизни и времени. Ариэль Визник Мартов, психиатр, психотерапевт. Сегодня был в нашей студии Диагноз недели. Спасибо большое. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго.